Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о нескольких мистических местах Киева. На четвертом месте я поставил замок Ричарда, который был построен по заказу купца Орлова. Через несколько лет купца застрелили, а дом продали. С тех пор пошли слухи о страшном вое по ночам в здании. Говорят, это призрак убитого хозяина. До сих пор дом пустует, хоть и в хорошем состоянии. На третьем месте я поставил зеленый театр. Там остались руины от стен, которые когда-то ограждали Киев. Рядом было расположено кладбище самоубийц и некрещенных младенцев. Потом оно исчезло, а вместо него появился монастырь. Но он просуществовал не больше столетия. После того, как монастырь загадочный сгорел, место стали считать проклятым. Говорят, в руинах стен до сих пор обитают духи потревоженного кладбища. Вместе опоставив байковое кладбище, это царство мертвого приняло многих известных людей. Михаила Грушевского, Валерия Лобановского, Леси Украинку. Сегодня склепы находятся в плачевном состоянии. Все усыпательницы раскрыты и ограблены. Киевляне шепчутся, что время от времени на кладбище можно увидеть душу умерших. На кладбище слишком много несправедливых убиенных и самоубийц. Вот и нет им покоя. Честно говоря, друзья, я был на этом кладбище, но днем. Так же ночью. Днем там все спокойно, можно гулять спокойно. Ничего не происходило. Я любитель такого, как бы, мистического, но ничего мистического не происходило. Ночью мы с другом ходили. Было, конечно, ощущение, что кто-то рядом есть. Но тоже ничего не произошло. Такое вот, друзья. На первом месте я поставил замковую гору. Здесь регулярно проводили и проводят обряды киевские ведьмы. Таинственная, извлекущая часть горы – кладбище Фроловского женского монастыря, заложенного в 1816 году. Ставание горы, скорее всего, происходит от деревянного замка литовского воеводы Владимира Альгердровича, который в 1482 году сжег крымский хан Гирея. Замок был восстановлен и перестроен. Его снова сожгли. На этот раз запорожцы. После чего долгое время гора принадлежала только ведьмам и киевлянам, держащим тут огороды. На замковой горе я был с другом. И там я уже почувствовал какую-то черную энергию. Или как-то, ну, что-то такое страшное на самом деле. И необъяснимое. Во всяком случае, спасибо, что посмотрели этот ролик. До скорых встреч.